Мы уже рассказывали, что на комиссии по социальной политике и местному самоуправлению серьезное противоречие вызвал вопрос установления барельефа памяти Рогозы Ивана Макаровича на здании Восток-Арена. Тогда народными избранниками было принято решение до сессии изучить этот вопрос досконально. Суть спора заключалась в том, что ветераны спорта разделились на два так называемых лагеря. Одни высказали позицию, что Иван Макарович является прародителем хоккея на льду в городе и внес огромный вклад в развитие спорта, другие же, наоборот, посчитали, что его заслуги недостойны увековечивания. Примечательно то, что в самом начале сессии прозвучало предложение отложить рассмотрение вопроса, правда, большинство его не поддержало. У нас звонков поступало и обращений, и в устной, и в личной форме. И сейчас до сессии люди подходили. Мы на фракции обсуждали данный вопрос, и как бы у нас понимания нет, честно говорю. Предлагаю этот вопрос немножко отправить на доработку и разобраться в главной кандидатуре, изучить все материалы и как бы принять взвешенные решения в будущее. Ну, как бы это мое предложение, это предложение фракции, я заучиваю. На сессии, так же, как и на комиссии, представители разных позиций высказались в очередной раз. Мы считаем, что Рогозавин Макарович не соответствует требованиям высшенназного положения, и нет веских оснований для увеличения его в память. Подписались Петухов, почетный житель города Каннска, я, председатель регионального совета ветеранов Краснодарского края, Подгурска Лариса Ивановна, Пролов Евгений Геннадьевич, это почетный архитект России, чайник, председатель городской федерации Узбова, Группу Александр Николаевич Шороценик, кстати, Рогозавин и Гопон, тоже ветеран города. Я считаю, когда инициативная группа обратилась ко мне с просьбой поддержать их инициативу, я, конечно, поддержал, потому что действительно человек это заслужил, заслужил предыдущим отношениям к спорту, и благодаря его составе работы в комитете, наш город выступал и на первенство России по футболу. Самое интересное, в зимний период, в зимний период стадион «Спартак» сюда был подготовлен для проведения мотогонов под дуга. Так что я только за. Действительно, и сегодня кто-то хочет что-то сказать, я просто считаю, что так просто людям делать нечего. Кроме того, свое мнение высказали даже представители административного корпуса. Давайте по целеполаганию отвернемся чуть-чуть, повесим эту табличку. Для кого мы ее вешаем? Для молодого поколения, тех хоккеистов, которые туда ходят заниматься. Второе. А сможет ли тренер, который их тренирует, ответить, почему вот этот вот товарищ тут висит, и во имя чего он здесь повешен? Если он сможет на это ответить и перечислить заслуги, почему этот барельеф здесь организован, и к чему молодому поколению надо стремиться, надо голосовать. Если мы не сможем ответить на этот вопрос, ну тогда тоже нужно принимать соответствующие решения. Табличка должна висеть во имя чего-то, а не во имя кого-то. Это память будущего, а не память прошлого. По итогам голосования за увековечение памяти Рогозы Ивана Макаровича выступили 16 народных избранников. Пять же воздержались от какого-либо решения. Напомним, что сама мемориальная доска уже размещена на фасаде здания «Восток-арена», а значит уже в эти выходные должно состояться официальное открытие. Юлия Оленикова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал.